Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 14 ноября, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Дмитрия, Александра, Феодора, Елисаветы, Петра и Иоанны. Мир и благословение Божье, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня Святая Церковь совершает память новомучника, священомучника Иерея Дмитрия Овечкина. Отец Дмитрия родился 25 мая 1877 года. В деревне Малые Подберезы, в Казанской губернии, в семье крестьянина. В 1896-м Дмитрий Киприанович окончил Казанскую учительскую семинарию и стал учителем математики, предполагая жизнь посвятить обучению крестьянских детей. В Казани Дмитрий познакомился со своей будущей женой, дочерью благочестивых уральских купцов Ольгой Григорьевной Китаевой, преподававшей в школе русский язык. Несколько лет они учительствовали на Урале, а затем переехали в город Осу, где жили родители жены. Здесь Дмитрий Киприанович решил стать священником и поступил в духовную семинарию, по окончании которой был рукоположен в сан священника Куспенскому собору города Оса. В 1917-м году на средства жителей города был выстроен Троицкий собор, и отец Дмитрий стал служить в нем. Священник Дмитрий своим детям с малолетства старался привить навыки жизни по евангельским заповедям. С 22-го года началось изъятие из храмов церковных ценностей. Отец Дмитрий отказался сотрудничать с комиссией по передаче церковных ценностей, был арестован и заключен в тюрьму, где пробыл около года. После освобождения в 1923 году он приступил к служению в храме. В мороз и стужу, днем и ночью ходил священник по требам, никому не отказывая в просьбах. Его неоднократно вызывали в Осинское ГПУ и предлагали сотрудничество, но он отказывался. В 1925 году власти предложили ему стать обновленческим архиереем. И здесь священник дал отказ. Отца Дмитрия с семьей выселили из церковного дома, им пришлось долго скитаться, снимая квартиры. В 20-х годах власти устраивали диспуты на религиозные темы, и отец Дмитрий решил в них участвовать. Жена отговаривала его, «Дмитрий, зачем ты участвуешь в этих диспутах? Тебя опять посадят. Что мы делать-то будем?» Но отец Дмитрий принял твердое решение отстаивать христианскую веру перед лекторами-безбожниками и участвовал во всех трех диспутах, проходивших в Перми. Сразу после этого он был арестован и приговорен к трем годам заключения, которые отбывал на соляных шахтах в Соликамске. Вернулся из заключения инвалидом, с больными ногами и поврежденным позвоночником. Власти отправили его на поселение в город Кудымкар, куда к нему приехали жена с сыном. В 1936 году они все вместе переехали к старшей дочери, которая жила в то время в Майкопе. «Ольга Григорьевна скучала по родине и не раз говорила мужу. Дмитрий, поедем умирать в Осу». Отец Дмитрий некоторое время колебался, но наконец осенью 1937 года согласился на уговоры жены. Это было время самых беспощадных гонений. По приезде в город священник сразу же был арестован и приговорен к расстрелу. 14 ноября 1937 года священника Дмитрия расстреляли. Клик у новомучеников российских причислен на юбилейном архиерейском соборе в 2000 году. Недавно на экраны страны, а точнее 4 ноября на телеэкраны, в день народного единства, вышел очередной фильм Никиты Сергеевича Михалкова, называется «Солнечный удар». Наверное, многие посмотрели, а кто не посмотрел, сюжет примерно такой. Уж не обессудьте за краткое содержание. Революция, поражение белой армии, и несколько сот офицеров сдаются в плен, их помещают за колючую проволоку, принимает их комиссар Георгий Иванович, и они срезают с себя погоны, в надежде в скором времени отправиться в эмиграцию. Такие чаяния у офицеров, покорились, сдались. И на этом фоне показана жизнь десятилетней давности. Жизнь одного из поручиков, который сейчас уже капитан, тогда только он начинал воинскую карьеру. И некоторый роман, завязавшийся на корабле, который заканчивается банально плотским грехом, и муками совести, и переживаниями. Это параллельно идет жизнь в лагере, параллельно, ну, как бы, любовь. Сюжет по рассказу Ивана Бунина, ну, и, как бы, предлагается что-то. Острые чувства, пылкие сердца горят, безумные поступки, прыгнуть с корабля, прыгнуть с обрыва, все вот ради того, чтобы достичь желаемого. Ну, собственно, то, как сейчас и формируется отношение к отношениям, что любовь, она вот именно такая. Потому что, ну, никто не говорит о том, какой она должна быть. По крайней мере, в тех фильмах и сюжетах, которые формируют народное сознание, в тех передачах, в тех бесконечных ток-шоу. Любовь — это пылкие чувства, которые воспламеняются, и неудержимый поток. И капитан, вот, за решеткой, он все мучается вопросом, когда же все это началось, когда началось то, к чему мы пришли. И он вспоминает этот свой роман. Параллельно молодой человек, алтарник, который прислуживает в алтаре, как-то его пытается поддержать, Егорка, и вдруг в какой-то момент у него замыкание, что учитель в школе сказал, что мы произошли от обезьяны. Вот Чарльз Дарвин, и вот учитель. А офицеру-то некогда ребёнку ответить. Он занят своими страстями, переживаниями. И тот его спрашивает, что он от него отмахнулся. Так говорит, отстань. И это что, говорит, и владыка наш от обезьяны, и царь от обезьяны. И как это? И вот с этим вопросом молодой человек всё как-то переживает. Кстати, теорию Дарвина также активно сейчас внедряет в сознание людей, как единственную верную. Потому что те школьники, с которыми приходится общаться, они говорят, что безальтернативная. Что вот учителя биологии с маниакальной настойчивостью убеждают современных школьников, что они произошли от обезьяны. «Когда же всё это началось?» — задаёт он вопрос. Ну, этот фильм достаточно долгий. Заканчивается тем... А, ну, параллельно всем заправляет некоторая жидовочка, такая, которая не скрывает своей ненависти к христианству. Какая-то, не помню, даже партийная кличка. То есть руководит и Георгием Ивановичем, и прочими комиссарами. И очень чётко знает, чего хочет, распоряжается, издевается. Ну и фильм к завершению близится. Их грузят в баржу офицеров. Ну, они вдохновлённые, что вот, немножко потерпим, приплывём в очаков, и начнётся новая жизнь. И сюжет подводит к тому, что два офицера беседуют. И он говорит, ну, офицер-то говорит, мы же, говорит, всё же понимали. Мы всё, что делали, мы знали. Мы знали, что мы фактически грешим. Говорит, такую страну потеряли. А вот этот поручик, 10 лет назад, когда расставался с Егоркой, забыл, у него часы. И вот баржа, задраенные люки, отплывают на середину Волги. И ему передают конвертик от Георгия Ивановича. Разворачиваются, там как раз эти часы лежат. И вот он открывает люк, начинает кричать, что это же я, вспомни. А Георгий Иванович, комиссар, прежний алтарник, церковный служитель, стоит и смотрит, как баржа с несколькими сотнями офицеров, прекрасных мужчин, умных, интеллигентных, уходит под воду. Это фильм о примирении. Чем он так задел? О тем, что прошло 100 лет, но вот то время, в котором мы сейчас живем, оно мало чем отличается от 100-летней давности. Пройдет еще три года, будем отвечать скорбную для нашего Отечества дату, 100-летие со дня революции, которая отбросила нашу страну. Ну, всякое «ре» — это возвращение в дикость. Эволюция — это путь вперед, а «ре» — это путь назад. Любая революция — это разрушение, это отбрасывание надолго и далеко назад. И если тогда люди грешили, и их хотя бы мучила совесть, и не понимали, что они делают, то сейчас во многом грех становится нормой, и более того, об этом кричат, это пропагандируют, к этому призывают, как к чему-то самому вожделенному. Не стесняются, не стыдятся. Также и к вере отношения в основном теплохладные. Как поручик батюшка взовет, пойдемте помолимся, да нет, у меня времени нет, я посижу и на лавочке сидит во время службы. У скольких современных христиан, крещенных, нет времени для спасения своей души, чтобы прийти в храм, чтобы прийти к Исповне, к причастию. Ну, про теорию Дарвина мы уже сказали, которая... И вот к чему это все привело? К тому, что когда-то очень искренне горящий юноша стал безбожником и убийцей многих и многих несчастных, потерявших родину офицеров. В День народного единства, День Казанской иконы Божьей Матери, в Екатеринбурге традиционно проходил крестный ход. От Свято-Тройского кафедрального собора до храма на Каравии, который объединил несколько тысяч христиан. Ну и так, по ходу, разные наблюдения, например, на плотинке в центре города проходил митинг светский. Вот так идет крестный ход с молитвой, с иконой Казанской Божьей Матери, а из-за забора на него смотрят граждане, горожане, наши братья и сестры, так смотрят на дикарей, которые непонятно зачем это делают, не присоединяются в свои песни, в свои лозунги, это так, через заборную решетку. День народного единства. День, когда, когда-то в нашем Отечестве соединилась и церковь, и княжеская власть, и народ, и одолели врага. Теперь враг более изощренный, враг, который разрушает изнутри. Мы находимся в духовной информационной оккупации, когда ценности настойчиво, традиционные ценности извращаются, а либеральные пропагандируются, прививаются. Наверное, фильм Никиты Сергеевича может кого-то и заставит задуматься, к чему мы очень скоро придем, если не изменим свое отношение к жизни, к вечным вопросам и к нравственному поведению. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok